Коллеги, предлагаемые вашему вниманию прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период до 2016 года разрабатывался в крайне сложной макроэкономической обстановке, как глобальной, так и национальной. В 2012 году завершился фактически восстановительный рост после кризиса 2008-2009 годов. И мы столкнулись, с одной стороны, с высокой степенью ограничений по спросу, глобальному спросу на основные товары нашего экспорта, что привело к снижению физических объемов экспорта, падение экспорта за первую половину этого года порядка 2,5%, и к снижению конъюнктуры цен на многие товары нашего экспорта, в том числе металла и некоторые другие позиции. Соответственно, тот импульс, который мог бы прийти с внешних рынков на внутренний спрос, на него не пришел. С другой стороны, период длительного роста издержек производства, в частности, издержек, связанных с тарифами инфраструктурных монополий, тарифами газоснабжения, тарифами энергетическими, тарифами по железнодорожным перевозкам, опережающий рост заработной платы, укрепление реального эффективного курса рубля, все вместе привело к ситуации, когда финансовый результат деятельности предприятия стал быстрыми темпами снижаться. Особенно явно это проявилось в первой половине текущего года, что, с одной стороны, резко сузила возможность для наших предприятий проводить ценовый маневр в целях поддержки своей конкурентоспособности, с другой стороны, стал явным ограничителем программ самофинансирования для целей инвестиций в основной капитал. Мы видим, что серьезнее всего пострадали именно инвестиции. По итогам в 8 месяцев у нас снижение инвестиций в основной капитал на 1,3%. Валовый внутренний продукт также растет неудовлетворительными темпами. Прогноз пересматривался в два раза. Текущее значение – это 1,5% роста. Мы рассчитываем, как сказали в выступительном слове, что по итогам года это будет 1,8%. Во многом это связано с характером инвестиционного процесса, с тем, что большие объемы вводов объектов капитального характера происходят в конце года. Промышленность имеет нулевой рост, и это в основном достигается за счет работы добывающих секторов, при том, что обрабатывающие отрасли показывают отрицательную динамику минус 1,1%. Фактически единственным основанием для того, пусть скромного экономического роста, который есть, является потребительский спрос, который поддерживается достаточно высоким темпом роста реальных доходов населения, реальных зарплат, розничного товарооборота. В этой связи тот прогноз, который мы предлагаем вашему вниманию, действительно является реалистичным, напряженным, но мы рассчитываем на то, что ряд мер, которые содержатся в плане действия правительства, будет приносить свой результат. В целом мы считаем, что двумя основными факторами, которые позволят улучшить ситуацию с экономическим ростом в 2014 и в последующих годах, будет являться внутренний спрос, который даст примерно 2,3% внутренний потребительский спрос прежде всего, и активизация инвестиционной деятельности. Если по 2014 году мы предполагаем, что инвестиции возрастут на 2,5% в текущем году, на 2014 год это 3,9% и дальше выход на траекторию 5,6% в 2015 году и 6% в 2016 году. Это означает, что доля этого фактора существенно увеличится с 0,6% в текущем году до 1,3% в 2016 году, то есть более чем в два раза. Это серьезная амбициозная задача, и мы полагаем, что она будет и должна решаться по совокупности факторов. Прежде всего, это преодоление той негативной спирали роста и сдержек производства, которая сейчас особенно обременительна для нашего бизнеса. В этой связи предлагается переход к контрциклической тарифной политике, к установлению пределов роста тарифов для инфраструктурных монополий на уровне инфляции минус. Причем для цели 2014 года предлагается не проводить индексацию тарифов для потребителей, кроме населения, имеется в виду грузовые грузоотправители, имеется в виду промышленные потребители электроэнергии, имеется в виду промышленные потребители газоснабжения. Мы считаем, что такой маневр даст необходимый ресурс предприятиям, позволит им сбалансировать свои бюджеты и осуществлять инвестиции и развитие в соответствии с принятыми бизнес-планами. Мы понимаем, что в этой ситуации возникают риски, связанные с выполнением инвестиционных программ «Газпрома», российских железных дорог, российских сетейных компаний, но здесь мы видим ресурсы, связанные как с одной стороны с тем, что они сами будут иметь некоторую экономию на входящих затратах, с другой стороны той работы по оптимизации структуры ценообразования для цели поставки товаров и услуг, для реализации инвестиционных программ этой компании, в которой мы могли бы также подставить свое плечо, работать вместе с коллегами в рамках правительственных комиссий и так далее. Здесь есть серьезный ресурс для экономии на операционных расходах и на этих компонентах издержек по инвестиционным программам. Хочу заметить, что мы всего лишь распространяем на естественной монополии тот принцип экономии, которая заложена в бюджете для бюджетополучателей, которые также должны реализовывать в физическом объеме программы, которые заложены при снижении стоимостных ценовых показателей. Тот выигрыш реальный, который получат отрасли, позволит им серьезно продвинуться в части реализации своих деловых планов. Вообще мы считаем, что можно провести большую работу по, в принципе, снижению в целом уровня бремени издержек для компаний, развернув ее, начиная от естественных монополий, как в сторону их потребителей, их услуг, так и в сторону поставщиков для реализации их инвестиционных программ и распространить дальше этот импульс экономии на последующие циклы передела. Что касается населения, то предлагается формула инфляции минус, причем предлагается она на долгосрочной основе, имея в виду, что она охватит, по крайней мере, горизонт планирования с 2014 по 2016 год, и для расчетов мы будем принимать значение инфляции предшествующего года пониженным на специально понижающий коэффициент 0,7. Мы считаем, что это также позволит серьезно, с одной стороны, дать дополнительный ресурс населению для решения проблем благосостояния, и с другой, позволит целому оптимизацию провести затратные ситуации в экономике. Эта мера по контрциклическому регулированию тарифа образования, кроме того, даст эффект в области инфляции. Мы считаем, что в целом инфляцию по годам нам удастся удерживать в коридоре между 4 и 5 процентами. Расчетное значение инфляции по 2014 году – это 4,8%, затем с понижением до 4,4% к 2016 году с учетом вот этой инновации по инфляции минус, по потреблению этих ресурсов населения. Второй момент. Мы рассчитываем на усиление инвестиционной активности бизнеса, которое будет опираться, с одной стороны, на продолжение той динамики кредитования, которая сейчас достигнута, а с другой стороны, на улучшение в целом предпринимательских условий, на реализацию дорожных карт предпринимательской инициативы. Это 13 карт. По ряду из них мы уже имеем серьезное продвижение вперед по таким дорожным картам, как таможенное администрирование, как подключение к электрическим сетям, как жилищное строительство. Предстоит еще принять 4 дорожных карты. Мы рассчитываем на качественную работу институтов поддержки предпринимателей, институтов МДСМЭНа. Мы работаем над программой государственного частного партнерства. Соответствующий закон внесен в Государственную Думу, проходит сейчас обсуждение. Это позволит по-новому структурировать инвестиционные проекты. И тот подход новый к развитию крупных инфраструктурных проектов, он во многом будет опираться на реализацию принципов государственного частного партнерства. Когда крупные проекты, в том числе и те, которые реализуются с учетом средств Фонда национального благосостояния, это три крупнейших транспортных проекта сейчас, в которых также будут участвовать и российский бизнес, и глобальный бизнес, и средства пенсионных накоплений, которые находятся под управлением государственной управляющей компанией, и применим бюджетные средства. Это позволяет создать приемлемую структуру прибыли, обеспечить надежную защиту рисков инвестиций, и тем увеличить общий объем их предложений в экономике. Следующая позиция – это поддержка экспорта. Мы в своих расчетах заложили серьезное увеличение экспорта высокотехнологичной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, имея в виду увеличение к 2016 году и ее объема на 25% в номинальных значениях. Для этих целей предполагается задействовать те инструменты поддержки экспорта в области гарантий, в области экспортных кредитов, в области субсидирования процентных ставок для целей поддержки экспорта, которые у нас реализуются через механизмы государственных институтов развития, включая агентство ЭКСАД и Внешэкономбанк. Важнейшим приоритетом и средством диверсификации экономического развития будет поддержка малого и среднего предпринимательства. В этой связи я отмечу такие заложенные в расчеты прогноза меры, как продление, по крайней мере, до 2018 года льготного характера уплаты страховых платежей в бюджетные фонды для малого и среднего предпринимательства на уровне 20%. Меры по развитию системы гарантийных фондов, у нас сейчас действуют региональные гарантийные фонды, предполагается в 2014 году завершить создание федеральной системы гарантийных фондов через создание федерального гарантийного фонда, который будет являться небанковской кредитной организацией, которая будет капитализирована за счет средств бюджета на сумму 30 миллиардов рублей за два года, и тем сможет обеспечить серьезный рост гарантий и удешевление в целом уровня кредитов для конечных заемщиков. Мы рассчитываем на использование средств фонда национального благосостояния не только для инфраструктурных проектов, но и для цели фондирования операции малого и среднего бизнеса в частности для того, чтобы для целей развития инвестиционных проектов среднего бизнеса длительностью 7 лет мог бы предоставляться ресурс по цене не выше 10% годовых, исходя из фондирования в этих целях фонда национального благосостояния ВЭБа на уровне 6%. Совокупность этих мер, те структурные сдвиги, улучшение работы институтов в экономике, которые заложены в план действия правительства, с нашей точки зрения позволят выйти на траекторию устойчивого экономического роста, иметь 3% экономического роста, измеряемого в долях от ВВП, в 2014 году и с линией повышательной 3,1% в 2015 году и 3,3% в 2016 году. При том, что промышленное производство будет расти темпом несколько более 2%, мы учитываем более высокий темп роста по сервисным отраслям, по сельскому хозяйству, предполагаем, что розничный товарооборот, основанный на росте реальных располагаемых доходов населения темпами свыше 4%, будет по-прежнему оказывать позитивное влияние на темпы экономического роста. Мы исходим из того, что условия внешнеэкономической конъюнктуры вряд ли будут существенно лучше, несмотря на то, что действительно в Европе рецессия прекращается, неплохие ожидания по экономическому росту в Соединенных Штатах, однако есть риски снижения темпов роста в развивающихся странах. В целом, для цели сценарного расчета мы оставили примерно те же ожидания по глобальному росту, которые были прежде. Хочу сказать, что в наших расчетах мы предполагаем, что будет постепенно снижаться положительный сальдо текущего счета платежного баланса, но оно будет компенсировано тем, что мы ожидаем, что меры по улучшению инвестиционного климата позволят существенно снизить отток капитала. В этом году прогнозируемый на уровне частного иностранного капитала, в этом году прогнозируемый на уровне 70 миллиардов долларов, до уровня 25 миллиардов в 2014 году, обнулить этот показатель в 2015 году и иметь небольшой прирост в 2016 году. В целом, имея в виду, что общий баланс между текущим счетом и капитальным счетом будет практически нейтральным. Мы понимаем, что этот прогноз не является оптимистическим. Мы для целей тестирования положения, заложенных в нем, использовали два тестовых варианта прогноза с лучшей и худшей мировой конъюнктурой. Но выполнение и этого прогноза достижения основных его показателей представляется нетривиальной, непростой экономической задачей, требующей мобилизации и тех мер, о которых я уже говорил, и многих других. Мы видим некоторые риски, которые связываем прежде всего с оценками роста кредитования в экономике. Мы заложили довольно высокие темпы роста, что нам не гарантировано, в том числе и по розничному кредитованию, которое поддерживает потребительский спрос. Кроме того, та работа по поддержанию инвестиционных программ и инфраструктурных монополий в их объеме при снижении выручки компаний вследствие непроведения индексации в 2014 году тарифов также предполагает серьезную работу и тоже несет в себе некоторые риски. Тем не менее, мы считаем, что в целом прогноз сбалансирован, реалистичен и позволяет выстроить работу правительства на этой основе. Спасибо.